Космодром Восточный не единственный значимый масштабный проект, который строится в Амурской области. Как планируется, в 2025 году под городом Свободный появится крупнейший в России Амурский газоперерабатывающий завод. Первую сваю на месте будущего строительства забили еще 14 октября. Жители Свободного и Свободненского района не против такого соседства, а вот экологи, наоборот, не слишком этому рады. Почему, подробнее расскажем далее. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать команду на забивку первой сваи Амурского газоперерабатывающего завода. Начинайте. Как планируется, первая очередь крупнейшего в России одного из самых крупных в мире заводов по переработке газа будет сдана под Свободным уже в 2018 году. Газоперерабатывающий завод рассчитан на мощность почти 50 миллиардов кубометров природного газа в год. Добываемый здесь природный газ по магистральному газопроводу «Сила Сибири» будет поступать на Амурский газоперерабатывающий завод. Завод позволит извлекать из газа различные виды нефтехимического сырья – гелий, тан, а также экспортировать в Китай очищенный метан. По словам представителей «Газпрома», новый завод будет современным, инновационным и экологически безопасным. В сентябре в селе Черниговка Амурская область уже проходили общественные слушания по предварительным оценкам воздействия газоперерабатывающего завода на окружающую среду. Все вопросы решились положительно. На экологию строительства газоперерабатывающего завода никаким образом не повлияет. Поэтому люди задавали много вопросов, которые их волновали. Но в принципе специалисты института ответили на все вопросы и проголосовали за то, чтобы в публичное слушание признать действительными, так сказать. Однако специалисты, которые не первый день занимаются экологическими вопросами, не настроены столь радужно. Вряд ли воплощение в жизнь такого масштабного проекта никак не повлияет на экологию в целом. Во-первых, мы всегда исходим в любой деятельности от презумпции экологической опасности. Это у нас даже в законодательстве зафиксировано. То есть любой объект, который воздействует на окружающую среду, он потенциально опасен. Мы опять же исходим из того, что воздействие будет, оно однозначно будет. И вред окружающей среде, он приносится так или иначе. Три научно-исследовательских института должны были оценить влияние завода на экологию и обнародовать результаты исследований уже в октябре. На общественных слушаниях были представлены пока только предварительные результаты работы. Подчеркну, что на новых объектах будут использованы наилучшие существующие технологии. О каких-либо токсических веществах в нашем производстве и при используемых технологиях речь не идет. Кроме того, мы построим и очистные сооружения, обеспечивающие необходимую степень очистки сбрасываемых вод. Тем не менее, окончательных итогов исследования ни на официальных сайтах институтов, ни в средствах массовой информации нам найти так и не удалось. Не мы должны, по идее, ни общество, ни люди обычные доказывать опасность этого объекта, а должны те, кто нам предлагают и осуществляют этот проект, они должны нам доказать и показать, а как будут гарантированы меры защиты и безопасности. Может от недостатка информации, может от буйной фантазии различных блогеров, но пока что в социальных сетях появляется все больше комментариев, мнений и идей. Как повлияет в целом такое масштабное строительство на экологию и как изменится жизнь в Амурской области в целом? Игорь, напишите что-нибудь про космодром. Какая картошка? Скоро пустят Адову ракету и картошка будет чистить нас. Ольга Мироненко, Виктор Швецов, Амурская служба новостей.